Не поймите меня неправильно, я восхищаюсь их силой воли. Но хотите ли вы проходить через такие страдания? Может быть, вы и все еще считаете, что альтернативы нет? Как-то у меня состоялся разговор с чиновником ААС, Американской ассоциации стандартов, который поможет вам понять, каким образом раз и навсегда взять под контроль выпивку без помощи силы воли. Необходимо понять, что Американская ассоциация стандартов занимается защитой потребителей от вводящей в заблуждение рекламы. Однако ее финансируют сами рекламодатели, что создает неприятный конфликт интересов. Любая реклама продукта, которая помогает курильщикам бросить курить, должна включать фразу о том, что для этого также необходима сила воли курильщика. Это представляло проблему, поскольку один из основных постулатов легкого способа гласит, что для него не требуется сила воли. Чиновник не мог понять мои затруднения. От меня требовалось просто добавить в рекламу фразу о том, что необходима сила воли. Я пояснил, что он требует от меня лжи, но при этом его задача проследить, чтобы я говорил правду. Но он настаивал, что возможны только два варианта. Либо я солгу, либо рекламы не будет. Я спросил, зачем они ввели правило, которое не позволяет курильщикам узнать о существовании метода, не требующего силы воли, для того, чтобы помочь главному рекламодателю табачной промышленности. Нет, дело в том, что их врач-эксперт решил, что вы не можете бросить курить, не прибегая к силе воли. Я сообщил, что уже много лет помогаю людям именно в этом. И спросил, не могу ли обсудить этот вопрос с их экспертом. Мне пояснили, что в этом нет необходимости, потому что все знают, для того, чтобы бросить курить, нужна сила воли. Я поинтересовался, нужна ли сила воли для того, чтобы не сесть в автобус номер 9, если вам не хочется в него садиться. Он не увидел связи. Я объяснил, что курильщик закуривает сигарету только потому, что хочет закурить сигарету, а легкий способ снимает это желание еще до того, как он докурит эту сигарету до конца. Если бывший курильщик больше не хочет курить, зачем ему сила воли, чтобы не курить? Конечно, от чиновника я так ничего и не добился, но я надеюсь, что вы поняли суть. Очевидно, что проблему вызывает шизофрения. Если никто, кроме вас, не заставляет вас пить, должно быть, какая-то часть вашего разума иногда испытывает желание выпить. Это бесспорно, иначе бы вы вообще не пили. Также бесспорно, что часть вашего разума желает, чтобы вы не хотели пить столько, сколько бы вам хотелось. Если бы это было не так, у вас не существовала бы проблемы, и вы бы не читали эту книгу. Бесспорно и то, что хотя алкоголь является химическим веществом, сама проблема имеет психологическую природу, как и ее решение. Это решение в том, чтобы положить конец шизофрении, то есть решение лежит в области психики. Кроме того, неоспоримо, что шизофрении не существовало, пока вы не начали употреблять алкоголь. Мы еще не избавились от всех последствий промывания мозгов, но неужели вы до сих пор не можете представить себе, что вернетесь в то прекрасное состояние, которым наслаждались перед тем, как попасть в ловушку. Я напоминаю вам, тысячи людей уже сделали это, используя легкий способ, и ничто не мешает вам стать одним из них. Теперь давайте рассмотрим еще один миф. Я пью за компанию. Продолжение следует...